александр приветствую тебя здравствуйте он притонная совместная встреча для турника друзья большое всем спасибо кто следит за нашим совместным аналитическим контентом мы смотрим на финансовые активы с двух сторон техника и фундамента и вам разумеется рассказываем если есть что-то интересное финансовых рынках и чем прям очень хотели бы с вами поделиться с вами уже дело окончательно принять решение следователи или нет мы конечно же вам в любом случае желаем большую удачи в трейдинге но не забывайте что у хорошие технические фундаментальные идеи либо даже идеи которые основаны на технике на фундаменте есть больше шансов стать крайне результативно если вы будете соблюдать правила риск-менеджмент это очень важно поэтому мы с александром постоянно делаем ацент на то что риск-менеджмент это превыше всего контроль рисков загрузка депозитов вы должны знать этим прописные для профессиональных трейдеров истин так ну что честно говоря за последнюю неделю когда мы с тобой виделись прошлый вторник ситуация радикальнейшим образом изменилась потому что мировую экономику как бы медным тазом накрыл очередной риск связанный с новым штаммом к вида омикрон который был обнаружен наверное уже можно сказать во всех регионах из-за именно туристического потока и так далее остается только лишь вопрос времени именно вот эти случаи которые будут зафиксированы в регионах большинства стран и с я думаю что в штатах тоже есть не выявили но эта информация друзья будет уже на честных рынках финансовых рынках уже совсем скоро а микрон и им сейчас пугают всех то что устойчив он к вакцинам соответственно он снова может быть причиной локдауна ограничений собственно того что было в двадцатом году не думать что будет насколько все плохо потому что не просто так все-таки уже были сделаны вакцины не просто так процент по вакцинации надеюсь то что все-таки вакцины будут устойчивы к новым штаммом поэтому на текущий момент рынок не может определиться так и что на ему делать дальше из-за очень серьезного давления спекулятивного капитала панически настроен что если новостях опять же бьют тревогу и говорят о том что все будет плохо мы видим как риск начинает активно проседать и трейдеры переходят в защитные активы причем даже золото сейчас не пользуется спросом среди защитных активов вам предпочтение отдающиеся американским облигациям американским трежерис доходность по ним снижается поскольку растет спроса бумаги это логично франк укрепляется японская иена доллар пока тоже таком подвешенном состоянии но по доллару ситуация прояснится уже 14 15 декабря точнее 15 декабря потому что там будут подведены итоги очередного заседания вчера во время выступления джерома паула руководитель американского центрального банка я понять что какие-то изменения будут поэтому друзья я на текущий момент рекомендовал бы вам особо не распыляться на большое количество инструментов собраться вырубить какой-то один несколько активов и вот сделать акцент на сегодня о чем бы хотелось поговорить по торговым сделкам давали демонстрации франа так я бы сегодня хотел обратить ваше внимание друзья на позиции европейской валюты евро сейчас локально растет против доллара пытается компенсировать потери прошлой недели вроде бы как прям даже по графику просится рвануть еще выше там отметки 114 и так далее но я все-таки призываю вас сейчас не торопиться длинными позициями и может быть рассмотреть возможность такого очень рискованного спекулятивного трейда направленного не на рост евро она специальное снижение этого инструмента против доллара потому что опять же как мы помним с прошлого понедельника в австрии был введен локдаун еще до тех пор пока мы не узнали на новом штамме к вида ситуация за неделю сильно ухудшилось и если мы сейчас тут у меня сайт прям поменьте открыт по сельского цена джона hopkins а по количеству заболевших в европейских странах к сожалению анти рекорды я думаю что очень скоро возможно даже на этой неделе либо на следующей германии бельгии нидерланды также анонсируется новое ограничение и это очень сильно ударит по позициям европейской валюты потому что новые ограничения таких ведущих странах валютного блока как я назвал это безусловно то что очень сильно ослабит экономическое восстановление и вообще может уже говорили на блумберге отправить экономику рецессию европейскую цель на ближайшие два три года то что новые локдауны в отдельных регионах последует это мне кажется практически факт потому что ситуация даже по динамике изменения числа заболевших говорит о том что иначе сдержать распространение инфекции просто не удастся статистика по еврозоне плохая вчера индекс настроения в очередной разочаровал он логично опирается на слабость логистикой на проблемы с поставками и сейчас вот еще всех трясет за того что еврозона вообще может оказаться после южной африки эпицентром распространения этого микрон поэтому не стоит торопиться с как бы переоценкой свое отношение к евро я рекомендую также поглядывать на индекс рыночных настроений вот сейчас он показывает что большинство трейдеров европейскую валюту покупает потому что считают что все уже пошел разворот и евро будет дальше расти но опять же так действует и толпа большинство не может заработать на финансовых рынках априори и рынок идет против толпы я думаю что есть еще шанс добить евро вниз там до отметки 1 12 ниже и еще один инструмент это золото которое не растет скажем так хотя могло бы потому что золото все-таки как эталон защиты когда возникает такого рода ситуации как сейчас золото априори должно выигрывать но нет друзья как я уже отметил сейчас инвесторы сделали больше открыт на американские трэжерис а золото вот поджимают поджимают вот узкий коридор там 1795 1785 и по моему субъективному мнению в ближайшие дни мы можем увидеть очень серьезный пролив этого актива в район там поддержки 1750 общался со своими коллегами по поводу того как ведут себя сейчас на бирже настроены инвесторы на покупку именно тело драгоценных металлов так вот и это подтверждает статистикой сети си это комиссии по торговле товарных фьючерс прошлой неделе резкое сокращение спектротивного ланга а по золоту со 280 тысяч контрактов до 240 это тоже тревожный звонок который указывает на то что золото могут очень сильно продать локально и индекс клинических настроений опять же кайман сейчас сигнализирует о том что 72 процента трейдеров компании маркет с золото покупают опять же так же как и ситуация с евро только по этой причине можно предположить что он актив еще скорректируется вниз поэтому если хочется на факте неопределенности которые актуальны сейчас для рынка все-таки чем-то поторговать друзья я рекомендую посмотреть на евро и золото и попробовать поработать против мнения большинства против толпы и поставить на шорт обоих активов александр слово тебе спасибо артем было друзья интереснейшая информация на самом деле послушать такое не каждый раз удается плюс ко всему меру своей занятости не всегда удается прочитать все новости которые выходят на рынках и такая вот более развернутая информация с твоей стороны иногда помогает понять ситуации которые складываются на европейских площадках и в европе в целом конечно же я с тобой полностью согласен что европейская валюта она начинает расти евро доллар курс евро доллар начинает подниматься я это также на это обратил внимание но на текущий момент конечно же есть одна большая проблема которая сложилась на рынках но я не могу сказать что это проблема это возможно и хороший положительный момент для большинства тех трейдеров которые любят торговать активно и которые любят волатильность но на текущий момент очень сильно возросла возросло колебание цены по многим из инструментов данном случае я говорю про российский рынок где нефть марки бренд как видите в пятницу продемонстрировала такое движение которое мы с вами не видели наверное уже пару лет до как раз двадцатого года когда началось все с ковидом абсолютно верно да и конечно же вот такое вот движение но не давала уверенность в том что будет какой-то разворот цены сразу да отскок напрашивался это единственное что можно было предсказать это технический отскок который произошел в понедельник как мы едем и нефть сегодня что плохо но она продолжила свое снижение и сделал обновление пятничного лоу и уходила аж вплоть до отметки 70 36 это мы говорим про нефть марки бренд это контракт который заканчивается сегодня и уже завтрашнего дня мы переходим на инвазь что стоит отметить скорее всего если нам не удастся удержаться вот в пределах 70 с половиной 70 36 я боюсь что инструмент может пойти дальше вниз если так все будет продолжаться я говорю о давлении сша на опять плюс с целью того чтобы страны участницы все таки я об этом говорил еще понедельник что страны участницы должны будут наращивать добычу и соответственно это будет подталкиваться нефтяные котировки вниз но чтобы это было настолько активно плюс подключились вот эти новости о новом штане коронавируса которые вышли буквально недавно и мы увидели как рынки отреагировали в целом и весь тот рост который формировался у нас на протяжении всего этого года и нам казалось что действительно у нас идет какое-то восстановление на фондовых площадках у нас дается какая-то уверенность мы все это нивелировали за одну торговую сессию даже с учетом того что формировалась какая-то нисходящая тенденция краткосрочная мы не сильно на нее обращали внимание но вот пятничная свеча она полностью дала нам объяснение всей ситуации откуда знаете как говорится растут ноги и вот что стоит сказать конечно же волокинец очень сильно выросла риски повысились в разы то есть это говорит о следующем то есть раньше мы там торговали можно было определить стоп в размере 15-20 копеек по нефти для того чтобы совершить внутридневную сделку то сейчас этот стоп увеличился в два раза соответственно если стоп увеличивается в два раза нам необходимо уменьшать количество контрактов которые мы торгуем на наш депозит не все трейдеры могут позволить себе увеличить риск это раз во вторых есть такие инструменты на российском рынке как скажем золото возможно ртс если мы говорим о нем где как видите волатильность увеличилась в разы и сейчас ход движения ртс составил 6000 пунктов для нас когда-то на протяжении двух-трех недель 10 тысяч пунктов это было шикарнейшее движение то сейчас мы за день можем пройти 6000 пунктов и соответственно стоп увеличился но не то что там два раза в три раза увеличился скажем так и я у меня большой депозит я могу позволить себе торговать ртс даже со стопом в тысячу пунктов но я не буду этого делать целесообразно потому что один-два стопа именно на ртс они сказываются сразу вот на твоем психологическом состоянии для того чтобы этого избежать я предлагаю на некоторое время побыть вне рынка для тех трейдеров кто не готов большой волатильности для тех кто любит торговать это конечно же вы можете воспользоваться любой ситуации в данном случае я говорю о нефте которая сейчас оскакивает после утреннего снижения возможно уровень в районе 72 40 72 50 остановит этот рост этот небольшой отскок и мы вновь продолжим снижение если же нет следующая цель может служить на отметке в районе 74 долларов откуда мы видите с утра начинали это снижение и вот это будет уровень сопротивления который будет определять дальнейшую судьбу нефтяных котировок возможно возможно я и не прав и мы увидим с вами резкое снижение сегодня после обеда и обновление минимуму и поход инструмента на 65 долларов потому что после такой свечи уже не знаешь чего ожидать друзья риски возросли в разы поэтому сейчас очень тяжело будет торговать очень тяжело будет предугадать настроение игроков и то как они могут реагировать на новости вы знаете что бывает это положительные новости рынок их нивелирует бывают негативные новости рынок их тоже может нивелирует как сейчас поведут себя игроки мы не знаем потому что они в большинстве случаев напуганы вот той ситуации которая сейчас формируется на европейских площадках на мировых площадках и малейших как говорится дык может привести к тому что рынок опять может обрушиться на 5-7 процентов вы можете сидеть в обратных позициях и не всегда бывает такое что стоп сразу моментально срабатывать за счет того что идет проскальзывание он может не сработать будьте предельно осторожны я пока нахожусь лично я в своей стратегии нахожусь вне позиции по российскому рынку потому что риски возросли настолько что действительно становится опасно торговать пусть рынок немножко успокоится и мы с вами попробуем немножко посмотреть что происходит на криптовалютном рынке кто помнит на прошлой неделе я давал две идеи тейсс которая не отработала себя раз и давал пеньки которая дала в районе 50 процентов роста там на следующий день после того как мы с вами встречались через два дня одна из идеи отработала вторая идеи не отработала себя я считаю что соотношение риск прибыли достаточно хорошо себя показал что касается сейчас на самом-то деле проект луна выглядит хорошо скорее всего пойдет на перехай выведет сильнее рынка да но брать ее на самом хаю тоже нецелесообразно большие свечи нету такого ажиотажа как было раньше сейчас все подвязано под биток опять же биток смотрится не очень хорошо постоянные проливы постоянное обновление локальных минимум приводит к тому что рынок начинает падать и альткоины показывают себя самым наихудшим образом то есть начинаете 80 процентов что говорит о том что все смотрят только на биток но за исключением некоторых инструментов которые могут жить своей жизни например там тоже coin там выпустили новость на финансы что снова возобновили выводы и соответственно паника немножко спала и инструмент остался не я не могу сказать что он сильнее рынка но он остался как-то в одном тренде которым был раньше возможно долги вот всей своей такой наверное сущности баловства он может дать там какой-то процент ну там 30-40 процентов ближайшее время может отрасти почему очень большой спрос сейчас на собакотренды и инструменты которые выходят под названием доги либо флоки либо еще какие-то шиба либо собаки они начинают расти за счет того что его нас может выставить поц о том что в нем вот такая вот собака вот такой породы и вот он намекает на то что нужно выносить этот инструмент что интересно мне нравится одна из идей это инструмент под названием додо это додослаб это биржа где можно обменивать одну валюту на другую достаточно перспективные которым мы также сами пользуемся интересный инструмент очень все просто сделано и в принципе как мы видим инструмент сам по себе не рос внизу формируются объемы то есть идет накопление возможно в какое-то время там среднесрочной перспективе может продемонстрировать ростом 50-100 процентов очень резко даже за одну торговую сессию это наверное одна из тех идей которые я выделил даже не глядя на то что у нас там есть stx который растет и люмен который формирует какое-то наверное накопление но объема очень мало поэтому текущая идея по криптовалютному рынку будет это додо это раз на лонг среднесрочный из что касается российского рынка если нет сделать перелом 70 50 70 37 то скорее всего мы пойдем дальше на снижение 67 65 это цели в долгосрочной перспективе но я не уверен что именно так и будет скорее всего где-то мы заряжем в боковит наверное вот такая информация по рынку она достаточно скудненькая я так бы сказал по той причине что у нас нету конкретных торговых идей на сегодняшнюю торговую сессию и тяжело предугадать как поведут себя инструменты да такая вот ситуация не хочется во всем винить рынок но иногда именно рынок не дает нам конфетики друзья быть вне позиции это тоже позиция согласен да сейчас все зависит от настроения трейдеров от того как они будут воспринимать новости по к виду но в любом случае вы должны понимать что скорее всего в ближайшие дни новостной фон будет таким же негатив потому что чудесным образом про микрон никто не забудет и не уберут с повестки как бы риски вот этих ограничений которые могут дальше последовать мы уже тогда обсудим с александр ситуацию встречи вторник снова посмотрим на рынок криптовалютно на евро на нефти надеюсь что вот недельки рынку хватит что перезагрузиться собраться и уже определить для себя какую-то конкретную тенденцию но это уже опять же обсуждение анализа следующего вторника спасибо тебе александр за время и внимание опять же к таким секторам рынков хорошего трейда и хороших тех выходных до следующего вторника спасибо большое артем ребята всем удачи и до новых встреч во вторник всем пока